Сегодня в Вашингтоне состоялось первое публичное выступление известного российского экономиста Сергея Алексашенко после его переезда на постоянную работу в США. Бывший зам предцентробанка говорил о суровых реальностях российской экономики, отсутствии у властей плана экономического развития страны и о падении инвестиций. С новым стажером Джорджтаунского университета беседовал наш вашингтонский корреспондент Александр Панов. В конце прошлого месяца Сергей Алексашенко внезапно улетел из России в США. Официальная цель на стажировку в Джорджтаунском университете. Как сообщают российские СМИ, бывший первый заместитель председателя Центробанка потерял работу в двух советах директоров – Аэрофлота и Объединенной зерновой компании, и лишился возможности продолжить профессорскую деятельность. Это второй отъезд известного российского экономиста, после того, как в Париж переехал ректор российской экономической школы Сергей Гуреев. Значит, надо начать с того, что еще есть и Владислав Иноземцев, который буквально на днях приземлился в Вашингтоне. Бог Троицу любит, конечно, но, вы знаете, современный мир все-таки глобальный. Надо к этому спокойно относиться. Мы занимаемся проблемой не только российской экономикой. Об этом можно говорить, да, что если бы у меня была больше загрузка в Москве, наверное, я не нашел бы времени уделить столько внимания научным исследованиям, что я сейчас собираюсь сделать. Сергей Алексашенко известен как принципиальный критик политики российских властей в экономической сфере. Вопреки официальной статистике, экономист убежден, что темпы последних кварталов свидетельствуют даже не о стагнации, а о падении экономики. Она падает прежде всего из-за сокращения зарубежных инвестиций и продолжающегося вывоза капитала при неизменных ценах на нефть. Алексашенко не согласен с объяснениями президента, премьера и министра экономики, мол, во всем виноват внешний фактор. Обратите внимание, что даже по прогнозу Минэкономики средний темп рост российской экономики на ближайшие 20 лет составит 2,5% в год, а это ниже, чем рост мировой экономики в целом. Это означает, что в принципе даже официальное ведомство, даже Минэкономики, оно признает, что доля России в мировом валовом внутреннем продукте будет снижаться. Ну и, конечно, это такой очень тревожный звоночек, но он как-то не привлек внимание российских политиков. Вместо стратегии экономического развития страны и плана диверсификации экономики в условиях сланцевой революции следуют популистские шаги, заявил Алексашенко. По его мнению, создание таможенного союза и евразийского экономического сообщества не решает проблемы в экономике. Пока нет никаких доказательств того, что Россия выигрывает от создания таможенного союза или евразийского союза. Белоруссия получает нефть и газ по субсидированным ценам, и по разным оценкам белорусская экономика получает где-то около 7 миллиардов долларов неявных дотаций от России. С точки зрения поддержки казахской экономики, там цифры меньше и их сложнее оценить, но все равно вот моя оценка такая, то есть та информация, которая яблода, что Россия чуть-чуть проигрывает от интеграции. Но мне кажется, что для Владимира Путина это, конечно, не проект экономический, это проект политический. Вашингтонский дебют Сергея Алексашенко прошел в недавно созданном Центре глобальных инициатив. Его директор, член Валдайского клуба Николай Злобин стремится, чтобы Центр стал площадкой для самых разных мнений о России. И обратите внимание на аудиторию, в которой мы пригласили Алексашенко. Это не традиционный набор советологов, экспертов и журналистов, которые вышли из Холодной войны, как я, собственно, сам. Мы стараемся работать с американскими молодыми экспертами, которым сейчас лет 25-30, которые через 10-20 лет возьмут внешнюю политику Америки в свои руки. Вот это наша цель – работать с этой группой людей. Для следующего поколения американских политологов, экспертов по России, такие брифинги, что называется, информация к размышлению из первых рук. Александр Панов, Дмитрий Шахов, RTVI, Вашингтон.